Уже традиционно 1 июня в нашем городе это не только день защиты детей. Яркий праздник, который организовывает Смоленская атомная электростанция, можно по праву считать отправной точкой веселому и беззаботному лету. В этот первый день каникул мы всегда традиционно проводим встречу с нашими выпускниками, вообще с детьми города Десногорска. К этой дате приурочено подведение итогов образовательной и спортивной деятельности. Чествование спортсменов продолжил начальник реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Людмила Богомолова. Хотим вручить зачетные классификационные книжки и значки всем выполнившим нормативы и требования единой всероссийской спортивной классификации. Получить спортивные разряды непросто. Огромное количество часов упорных тренировок было потрачено на достижение нужных результатов. А полученные подарки улучшат настроение и добавят стремление к новым победам подрастающих спортсменов. Награды вручили юным пловцам, которые показывают заметные успехи в этой спортивной дисциплине. Кроме этого, концерном Росэнергоатом 2019 год был объявлен годом охраны труда. Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» – необычное творческое испытание, целью которого было раскрытие художественного потенциала участников. Старания детей отмечены наградами. Свои подарки получили и участники коллектива «Жаворонок». Ребята стали лауреатами Гран-при 12-го международного конкурса музыкального творчества «Звуки и краски столицы». А специальный приз «Лучший преподаватель» завоевала их руководитель Эльвира Арсенова. От профсоюзного комитета «Смоленска АЭС» были вручены памятные подарки. Мероприятие продолжилось конкурсами, эстафетами и другими занятиями, среди которых каждый мог найти что-то согласно своему вкусу. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.